Акварель портрет, уроки акварели. Привет, я Дарья Поздняк, давайте начнем работу. Я смочила лист как обычно с обратной стороны, он полежал 5-10 минут, я смочила его повторно, потом перевернула и смочила вот здесь по краю с лица, середину с лица я не мочила, чтобы не нужно было ждать, мне так удобно. Сегодня у меня бумага Балхонг, средняя фактура, это лист не из клейки, это именно лист, порезанный на кусочки. Давайте мы начнем, наверное, знаете, наверное, мы сразу начнем с волос. Мы возьмем сразу мой готовый цвет, который я намешала, кстати, видео, как я его мешала, можете посмотреть, тут появится ссылочка. Я не буду делать много, а большими кусками, потому что с лица я лист не мочила, надо сразу смягчать, успокаивать, чтобы не было резко. Если я возьму большой кусок, то я могу просто не успеть смягчить края. Вот этот блик мне нравится, я его оставлю. И сюда. Цвет хороший у меня, кстати, получилось то, что надо. И действительно быстрее им пользоваться, когда он готовый, чем каждый раз его мешать. Так, вот здесь хорошо все уже разопределилось, а здесь я буду смачивать края, чтобы у меня не было жесткости. Так, вот тут я хочу каких-то добавить. Так, хорошо. Немножечко вот здесь. Так. Ну, нужно смягчать. В какой цвет я влезла в соседний. Ну, бывает тоже, ничего страшного. Хорошо. И давайте теперь сразу же сделаем фон. Да, мне что-то захотелось какого-то такого декоративного цвета. Так, давайте мы теперь просто водой покапаем. Вы мне скажете, я боюсь. Я тоже боюсь, смотрите, течет. Ничего страшного не будет, пусть течет. Не бойтесь. У нас же лицо сухое, лицо сухое, в лицо не потечет. То есть нам детали не испортят. Мы детали еще нарисовать не успели. Поэтому все нормально. Можно намочить и дать возможность цвету потечь. Вот здесь у меня будут типа бусы, что-то такое, какая-то бижутерия. И чтобы на нее не затекло, я оставлю эти бусины, которые я прорисовала, я оставлю их сухими. То есть, видите, я водой обхожу бусины, чтобы вот здесь был мягкий фон у меня, чтобы все было мягенько. Так, вот здесь лишние блики. Тут у меня уже голова закончилась, тут уже фон идет. Я просто убираю блики, чтобы не было лишней дробности. Вот этот блик тоже лишний. Тут просто нужно уже пройти, убрать мелочи. Вот это вот на фоне пусть остается, меня это устраивает. Давайте теперь зальем теневую сторону лица, пока вот здесь стык не высох у меня. И я ее смочу. И буду класть оху красную. Кладу и сразу подправляю. Сначала положила, потом более точечно. Кончиком, небольшой кистью. Так как бумага с фактурой, то вот эта фактура вам может дать вот этот вот силуэт. В какую-нибудь крупиночку она там попадает. И фактура начинает влиять на вашу акварель. Поэтому если какие-то мелочи нужно вычистить, чтобы все было чистенько, то лучше повторно как бы пройтись и поправить в тех местах, чтобы потекло именно туда, куда вам нужно. Подправить, в общем, где, как, там, какие затеки получились. Так, и теперь я буду вводить сюда голубую. Вот в чистом виде, мне люди не верят. Вот в чистом виде акварель голубая из Невской палитры. Кладу. Да, и работа у меня сейчас, кстати, под наклоном. И опять кладу уху красную. Кладу уху красную. Рядом. Стараюсь рядом. Но иногда получится, что и поверх. И я бы хотела, чтобы они потекли. Ну ладно, что делать. Придется капать поверх. Чтобы дать вот это движение воды. Так, ну, наверное, где-то здесь мне нужен растек. Так, вот оно потекло. И пока оно течет, я проверю вот здесь края к лицу, как у меня. Хорошо ли они затекли. В принципе, неплохо. Здесь кривоватый какой-то стык получился. Сейчас я попробую его подправить. Здесь какая-то тональная дырка. Глаз. Окей. Я могу сразу посадить там радужку. Радужка у меня будет... Какая-то синенькая. Смешаю голубую с черным. Можно сразу зрачок голубую посадить. Но я зрачок посажу позже, когда чуть-чуть подсохнет. Можно сделать вот здесь очень жесткий стык получился. И давайте теми же цветами зальем здесь тень под брови. Я смочу нужную мне зону. Задеваю края волос, чтобы место было довольно мягким. Можно даже вот так побольше задеть. Голубую туда введем. Немножко ухо красный. Проверяю, чтобы у меня было нужной мне линией. Что можно заболучить, что будет не совсем так, как мне нужно. Я тем же цветом могу сразу где-то еще в поддержку мазнуть. Сделаю несколько мазочков и смочу их в касание. И зрачок второй залью. Радужку, точнее радужку. Только мне тут нужно обязательно сохранить, сберечь блячок. И зрачок я тоже буду делать позже. Берегу блячок, чтобы его не замалзать осторожно. Нечаянно. Так, смотрите, фон у нас хорошо растекся, он уже не яркий. Теперь вы видите, почему я такой чистый яркий цвет использовала. Потому что от него, по сути, ничего не останется. Так как я с лица бумагу не мочила, поэтому, чтобы заливать большой кусок, мне нужно его частично намочить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, красиво потекло. Конечно, красиво потекло, но мне надо сообразить. Подходит мне это или не подходит? Или нужно вынимать? Так, вот то, что в нос потекло, мне точно не подходит. Я сворачиваю бумажку, чтобы образовалась такая плоская штучка небольшая. И этой штучкой прикладываю. И выбираю практически до идеально чистого. Сейчас я тогда сделаю... Здесь пройдусь по краю, проверю, так ли оно течет, как мне нужно. Вот. И нормально потекло. Вполне меня устраивает. Так, и я предлагаю попробовать вот этот цвет новый, который я смешала. Попробуйте его здесь использовать и посмотрим, что это будет. Как это будет. Я ни разу еще такие цвета не использовала. Ни сама намешивала, ни готовый. Ни в каком варианте еще не использовала. Вот, пробую с вами первый раз. Вы знаете, я вообще люблю мешать именно на бумаге. Поэтому пока я не знаю, подойдет мне или нет этот цвет. Так, неаполитаночка чуть-чуть светлее хочется положить вот здесь. Просто рядом к тем мазкам кладу другой мазок. Посвежее, потому что если я всю плоскость закрою этим цветом, скорее всего будет грязь. Поэтому я кладу неаполитанкой чистенькой рядом. Так, ярковато. А подбородок смачивать не буду, потому что у меня вот здесь сейчас мокрое. Если я сюда коснусь водой, все потечет. Поэтому я могу либо подойти аккуратно цветом плотненьким, сухеньким, либо вообще туда пока не соваться. Ну, вот чем мне нравятся неаполитанки? Она из-за белин. Она такая немножко густоватая. Как гуашка. Если ее сухенько взять, без большого количества воды, то она из-за своей вот этой консистенции с белилами, она не будет так сильно мигрировать, так сильно не ворвется в соседний мазок и не заполнит там всю жидкостью. То есть она более предсказуема вот в таких вещах, когда вы по-сырому работаете. Поэтому если вам в какое-то такое место надо положить цвет, просто имейте в виду, то, что неаполитанкой это будет сделать проще. Любой, то есть любой цвет с белилами вам будет проще это сделать. Так, я сейчас хочу светом посадить вот здесь боковинку носа. Я тоже возьму неаполитанку. У меня вот их несколько. Вот это более розовое. В розовое уходит. Это такая немножко, ну, нейтральная, я бы сказала. Есть немножко желтоватая. Вот мне желтоватая тоже нравится. Я мало их использую, но тем не менее мне нравится их вот этот вот эффект по-сырому. Потому что если класть, например, охру, что-то близкое к охре, можно добиться этого же похожего цвета, но он будет пытаться вот именно вот так мигрировать, как я вам рассказала. А когда вы используете неаполитанку, это стремительное движение, как бы оно не такое стремительное, с ним проще работать и договариваться. Поэтому имейте это в виду. Вот смотрите, я кладу, вот здесь у меня мокро. Не очень мокро, но все-таки. Ее довольно сухенько надо положить. Если цвет получился интенсивный, то поверх вот влажненную чистой кистью, то есть я ее вот так бумажку вытираю и могу прикоснуться, выбрать, например, лишнюю интенсивность. Так, вот сюда я хочу уже розовый уйти, потому что мне оттенок не подходит. Давайте вот так попробуем. Я, конечно, погорячилась. Ладно, а если вот этот вот наш цвет? Кстати, отлично. Так, только нужно теперь смягчить вот это касание, чтобы был у нас мягкий переход. Так, нос чуть подсыхает, потому что сейчас он начнет мигрировать, если я туда полезу. Давайте подбородок все-таки сделаем. Подбородок я чуть более холодноватым хочу сделать. Я пройду сразу по краю. Видите, так у меня там не досохло, вот оно как раз пытается мигрировать. Но ничего страшного, в принципе, оно там не так сильно, чтобы уже мокрое, чтобы убежать далеко. Ну, успеем поймать, если что-то пойдет не так. Вот, я положила, а теперь я могу вот влажный, смотрите, я промыла, вытираю ее об салфетку и такой полусухой, но чистой кистью влажной. Влажной, но не мокрой. Я поэтому вам все время показываю, как я ее вытираю. Я могу выбрать, вот видите, часть интенсивности. Потому что если я буду делать мокрое, то это мокрое зайдется везде, соответственно, намокнет вот этот стык, и вот это вот, то, что не досохло, темное, потечет на светлое. Я не просто так вам тут все это рассказываю, это важно. Так, вот здесь у меня высохли фоновые куски, смотрите, у меня бусины не получились, бусины получились какими-то треугольниками, потому что я не очень внимательно, дотошно это сделала. Я вот сейчас заметила, я хочу немножко их подправить. Поэтому я несколько треугольничков подправляю. не обязательно все, но хотя бы несколько. Хорошо, давайте верхний век зальем. По тому же принципу возьму тоже неаполитанку. Да, неаполитанки, конечно, в чистом виде очень яркие. Попробую вот этот мой цвет. Ну, в принципе, он действительно неплохой для портрета получился, но учтите, конечно, что нельзя просто взять и им все открасить. Все равно к нему нужно добавлять оттенки. Лучше всего чистые, однокомпонентные краски, как там, например, рубиновая, или более теплой красный, или более холодный красный, или охру красную, или голубую. Ну, короче, что-то надо к нему добавлять обязательно. В общем, желательно однокомпонентные краски, потому что если вы какой-то сложный к нему добавите, то ему очень легко может вылезти грязь. А если вы к нему ничего не добавите, то, скорее всего, у вас будет серое такое грязное непонятное лицо. Кстати, вот здесь вот нужно добавить что-то к румянцу, какой-то оттенок. Давайте попробуем сделать из вот этого. И вот теплого красного добавить. Я забыла, как он у меня называется. У меня из Невской палитры какой-то хороший цвет они выпустили. Однокомпонентный теплый красный. Так, ярковат получился. Давайте тогда мы его вот ухо-красно смягчим. Так, по краю обойду. И теперь начну его разгонять, чтобы он мягче вплавился. Ну и могу вот так выбрать интенсивность. Самое главное после всех этих манипуляций смягчить края. В той зоне, где должно быть все мягко. Так, так, как я давайте. Дopу. Допамяк. Субтитры сделал DimaTorzok Этот же цвет вот сюда сразу я хочу пустить в тенюшечку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смягчаю DimaTorzok 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 Кладу, а потом вот так вот споласкиваю, промакиваю и влажной кистью уже моделирую, куда у меня тут свет пойдет, как он ляжет. Так, давайте нос сделаем. Значит, вот это место самое светлое должно быть. Нет, не совсем оно должно быть самое светлое. Я предлагаю его через вот этот цвет начать класть, а там мы сориентируемся. Вот здесь, чтобы надо было границы светлого и темного, а туда дальше я буду класть уже чистыми неаполитаночками. Например, вот такой. И вот такой. КОНЕЦ Сдекло у меня чуть-чуть форму носа, попробую поправить. Тут разница совсем липусечная в том, как мне надо, и так вот у меня затекло, видите, буквально полтора миллиметра. В эту сторону я чуть-чуть край смягчаю, всё, тут будет подсыхать, низ носа надо чуть-чуть в тенюшку дать. В тени вести. Так, и вот здесь вот на крыле носа хочется более красненького, чтобы была какая-то жизнь, была какая-то свежесть. И ухо красный я положу вокруг. Это надо обязательно смягчить. Так что, давайте зрачки посадим. Я возьму голубую и чёрную. У меня довольно тёмные, тут нужны зрачки, всё довольно насыщенно получилось. Помню, что у меня здесь блечок, его нужно сохранить. Так, и линию роста ресниц. Здесь толщинку верхнего века у меня не видно. В слезнячок положу обязательно красненького. И чуть-чуть положу вот здесь в уголке тоже красненького. А теперь буду закрывать вот эту всю часть. Здравствуйте. 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 Так положил мазок под глазом, позвучало как синяк под глазом, сначала положил, потом его смягчило, если я резкий такой оставлю, то придется этих резких мазков добавлять еще в нескольких местах, чтобы они заиграли. Так, вот здесь у меня белое место, давайте я его закрою вот неаполитанкой, чтобы не потекло, но в то же время, чтобы оно чем-то было закрыто, чтобы оно не вылезало вперед. Еще у меня здесь много какой-то трудностей, я ее тоже все закрою. Так, и осталось у меня белое место, которое меня прям беспокоит, это вот здесь. Давайте его неаполитанками хотя бы закроем. Так, тут вот на носу еще рано. Хорошо, давайте волосы. Если я его так лисерну синеньким. Края только нужно смягчать, так как бумага уже высохла с лица, давно высохла. Нужно обязательно смягчать края. Видите, я его как бы туда, он как бы есть голубой, но я его туда, чтобы он провалился делаю. Так же просто водой, влажной кистью убрать вот эту вот рябь белесую. И теперь пока у меня волосы кое-где мокрые, а где-то сухие, я могу дать еще акцентов тем же цвету. Давайте дадим. С обязательным и экспрессивным движением нужно делать, чтобы... Уверенно, уверенно, пусть, пусть кудря пойдет лучше не совсем так, как вы планировали, но чтобы было уверенно движение. Тогда у вас будет видно, что экспрессивная живопись, а не скучная, дотошная, когда вымерен каждый мазочек. Так, и вот здесь вот сейчас мы будем подгонять момент. Так, и чтобы смягчить, значит, я прохожусь где-то, но старайтесь не везде, в нескольких местах. Так... Вот этот дальний гонок. Класс. Что-то его ещё прикосить. Чтобы он как бы туда в тень ушёл. Так, ну давайте с носом разберёмся. Это мы же там не доделали, потому что потекло. Здесь мне не нравится очень резкий стык тональный. Так. 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 Хорошо. Я думаю, нужно доделать глаз. Так. 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 Россия. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь очень резкий стык появился двух поверхностей, мне не нравится, я его успокаиваю. Субтитры сделал DimaTorzok И вот эти резковатые края. Поддержку вот этому синему хочется дать еще чуть-чуть. Может это будет типа бровь у меня там. Вариант такой, либо его замывать, либо ему дать в поддержку еще. В принципе, я не против синего, я только за. Конечно, не будем увлекаться, но несколько мазочков мы дадим. Так, надо бы ресницы нарисовать. У меня для этого есть специальная маликусечная кисть. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вообще хотелось бы, конечно, тот глаз, который в тени, больше списать, успокоить. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, я кладу темный мазок, сильно темный. Потом чистой влажной кистью его успокаиваю. А этот мазок является стыком поверхности, светлый и темный. А если я перетемнила, я также могу сразу же немножко выбрать. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Утекло у меня веко. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Мне веко не надо, чтобы текло. Убираю. Так, и чуть-чуть лицо. Добавил субтитры сделал DimaTorzok В целом нужно добрать по дому. Чуть-чуть еще вот здесь. Краюшки размываю, чтобы не было конкретно синяка. И длинный синяк под глазом не рисую. Можно наметить в одном конце, а наметить в другом конце. Но весь, по всей длине не рисую. Так, ну и чуть-чуть можно этой же неаполитанкой вот тут, наверное, наметить. Согубную складочку. Но не увлекайтесь. Вот прям вот чуть-чуть наметили, и все. Не трогаем больше. Так, вот эту поверхность носа надо утемнить. Я думаю, что надо ухо красный. Могу взять ухо красный с неаполитаночкой. И вот эту часть тоже немножко. Так, ну, у меня совершенно ничего нет на шее не нарисована. Давайте мы хотя бы чуть-чуть сюда дадим, что тут есть какой-то цвет. Так, и нужно как-то мне Наверное, через синий я это буду делать. Вот здесь я сделаю синим всю область еще раз, чтобы выделить мои украшения. Так я их смочу частично. Неркало-то, конечно. Окей, а если я возьму ухо красную, она, во-первых, будет успокаивать синий. Я прям вон несколько мазков положу поверх синего, а остальное буду класть рядом с синим. Теперь нужно осталось выделить сами бусины. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Вот здесь очень тень голубая, поэтому я в нее увожу. Вот здесь тоже прям кладу поверх, чтобы немножко пригасить синего. И в глазу на дальнем плане. Глаз 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 на дальнем плане. Продолжение следует... 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 Пора с уверенным мазочком. Так, и теперь смягчаю тоже кое-где, пройдусь быстренько. Смягчу сразу же немножко сюда. Здесь вот эти вот мазки я положила. Края нужно смягчить. Не со всех сторон мы смягчаем положенный нами мазок. Но если бумага уже прям почти сверху, уже совсем высохла, и внизу там тоже почти высохла, то хотя бы с одной стороны с какой-то мазок лучше смочить. Можно с двух. Все. Вот так. Здесь тоже быстренько смягчаю края. Вот так. Потом я посмотрю. Вот так. Вот так. Вот так. Вот этот синий вылезает из общей концепции, вот этот. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новинки, а с вами была Дарья Поздняк и до новых встреч!